Да, фрейковая война придушена. Белорусы сегодня могут быть только глазами и ушами украинской разведки. Вот это единственное, что могут сделать сегодня белорусы. Потому что партизанить сегодня практически невозможно. Вы же поймите, Лукашенко свои 28 лет у власти просто так не сидел. Активно обменивался опытом с китайскими товарищами по установлению видеонаблюдения везде, где можно за людьми видеонаблюдать. У нас часть лесов под видеонаблюдением. То есть у нас методы слежки за населением, за людьми очень хорошо развиты. Плюс, если вы сталкивались с этой статистикой, я сейчас точные цифры не назову, но у нас на 100 тысяч населения самое большое количество силового блока. Милиция, и все, по-моему, в три раза или в четыре выше, чем в европейских странах. То есть, соответственно, есть еще и кому это все дело смотреть, обрабатывать, отслеживать. У нас очень давно не было никаких, скажем так, громких, нераскрытых убийств. Я сейчас не беру подставные, когда подставили ребят специалистов. Нет. Я сейчас беру такие, больше связанные с какими-то бытовыми убийствами. Толитически это отдельно. И достаточно... Беларусь была достаточно безопасной страной. Сначала Лукашенко уничтожил уголовных авторитетов, а потом он уничтожил, в принципе, бандитов. Раскидал бомжей по разным лагерям. Дальше он занялся анархистами, независимыми спортивными секциями, футбольными фанатами, боксерами. То есть это не за один день, но это все медленно, но верно, вот это дисциплинарное общество высшего порядка, скажем так. И в итоге, когда уже надо было что-то делать, там, не знаю, брусчатку отковыривать, лавочку разбирать, да, особо некому это было делать. У нас хватило, у нас актива, который воевал, хватило на три ночи. Всех перехватали за три ночи на баррикадах. Баррикады стоят.